Красота это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердца. Это говорил Артур Шопенгауэр. Красивые люди привлекают внимание и побуждают доверять им гораздо быстрее. Сегодня я вам расскажу про мьюинг и какие у меня получились результаты от этой практики. Давайте начнем с картинок. Я думаю, многих они приведут к шоку. Это я в 15-16 лет, недавно проснувшийся и, как вы можете видеть, не очень-то свежий. У меня нереально опухшее лицо, второй подбородочек и все это при том, что я всегда был спортсменом и мое тело выглядело в тот момент примерно вот так. У меня был низкий процент жира и при этом такое опухшее лицо. А теперь посмотрите на вот эту фотографию. Это фото было сделано около полугода назад. Как вам результаты? По мне так результаты налицо. Что я такого магического сделал, чтобы выглядеть гораздо лучше, я вам сейчас и расскажу. Первое, над чем стоит работать, если вы хотите видеть эстетичную картинку в зеркале, это над своим здоровьем. В первую очередь нужно заняться питанием. И сейчас многие мужчины меня не поддержат, но я эту тему изучил достаточно хорошо, чтобы спокойно вещать и быть уверенным в этой информации. Все продукты животного происхождения, мясо, молоко, сыр, это все не питание человека. Если вы не хотите опухшее лицо, подозрения на рак, проблемы со здоровьем, это первое, что вы должны убрать из своего рациона. Очень много людей говорят о том, что убрав молочные продукты, они замечают улучшение на коже лица и со здоровьем в целом. Так происходит потому, что в молоке есть комплекс М-Тортс-1, который вызывает в нашем организме воспалительные процессы. Молоко это еда детеныши и молоко коровы это питание ее молодого потомства, а не человека. Для человека есть молоко матери, которое биологически подходит именно для человека, то есть содержит все нужные элементы для развития нашего тела. Если тема питания вам интересна, я обязательно подготовлю отдельный ролик на тему молока, мяса и чего вообще угодно. У меня есть очень много информации по поводу питания и своей собственной практики. Второе, на чем стоит работать, если вы хотите красивое лицо, это над осанкой и положением языка во рту. Или по-простому мьюинг. Именно мьюинг убирает всю эту нездоровую шляпу со вторым и третьим подбородком. Я думаю, для тех, кто изучал мьюинг, не будет интересно слушать, как и где нужно держать язык. Видео на эту тему хватает. Я вам лучше расскажу упражнение, которое даст вам очень быстрый результат по исправлению осанки и улучшению мьюинга. Для этого нам понадобится стул и немного терпения. Вы садитесь, значит, на стул, выпрямляете спину и максимально втягиваете подбородок, чтобы у вас появилось как можно больше складок. При этом выполняя мьюинг, то есть держите язык полностью на верхнем нёбе. Вот в таком положении вы работаете за компьютером примерно полчаса в день. Если больше, то лучше. И вас действительно поразит результат, который вы сможете займить всего за одну неделю. Я не видел, чтобы еще хоть кто-то такое упражнение советовал делать. Я попробовал сам на себе и результатами доволен. Так, мьюингом я занимаюсь лет с 18. И, конечно, результаты он приносит колоссальные. Помимо мьюинга, вам также стоит поработать над мышцами своего лица. Или, как это обычно говорят люди, фейсфитнес. На нашем лице очень много мышц. Их можно тренировать. И из-за этого лицо будет гораздо более подтянуто. Как это сделать, все можно найти в интернете. Но то, что это дает результаты, это 100%. На себе я это все проверяю, занимаюсь и разницу вижу. Последнее, про что я расскажу, это то, что дрочка тоже влияет на опухание лица. Влияет на чистоту кожи, потому что дрочка связана с дофамином. Дофамин связан с почкой. А почки связаны с чистотой крови и кожи. Поэтому дрочку и порно из своей жизни выкидываем. Как это сделать за 2 месяца, что такое интеллектуальный подход и как он помог мне избавиться от порнозависимости, я рассказал на своем сайте, ссылка на который будет в комментариях. Если ты досмотрел до этого момента, обязательно оставай комментарий в Лысый Глобус. Так я пойму, что это видео тебе понравилось. Ставь лайк, подписывайся на этот канал, подписывайся на канал в Телеграме. И помни одну очень важную вещь. Быть слабым – это выбор. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok